Видимо, придется мне посылать им срочно официальный запрос, чтобы пусть представили какой-то график этого демонтажа. Ну, естественно, здесь они там сверху начнут снимать леса. Вообще, вот, повторяю, информация эта от Шиловского, который официально, я ему представил со всеми титулами и званиями, я ему не как частный лесовый музей, он сказал, что я здесь нахожусь, мы хотим понимать, что будет дальше. То есть у них срок за решение работы конца года, но завтра они начинают уже постепенно, начиная с верхних ярусов, это демонтировать. Возникает вопрос, а что нам делать? Тут дежурить вообще какого-то сутричного? Вот непонятно. Мы надеялись и мы договаривались, что придут строители, мы хотя бы снимем, решим, как они будут снимать это. Будет это мешать, не будет. Надо двигать, не надо двигать. Губернатор среагировал на личные страницы Фейсбука и выдал на гора, что стена памяти не будет демонтирована, что все в порядке, что она должна быть. Ну, то есть один сказал, другой сделал, и никто не готов ни за что отвечать. Поэтому стена будет. Были первые девять табличек, из которых фотографий было только две. И это вот прямо начались поиски по социальным сетям, когда ты выискиваешь человека, чтобы он обрел лицо, чтобы родные и близкие, и коллеги понимали, что их не забывают. Сегодня и каждый раз, две, два, три раза в неделю мы сюда приходили, мы ставили цветы, мы покупали сюда елочки, мы довешивали сюда фотографии. На сегодняшний день здесь 90 портретов. В понедельник я вернусь к командировке, и будет еще пять. 95 за это время. И они все так же гибнут. И ответственность за это лежит на комитете по здравоохранению. Сюда я сегодня приехала с командировкой только потому, что строители, которые завтра должны начать снимать леса, попросили по-человечески, что, Ира, снимите, потому что мы начнем, и, к сожалению, снимать придется стены. И, скорее всего, что это будет выставка, и сейчас Музей политической истории Санкт-Петербурга готов ее принять на хранение, на свою базу. Да, у нас есть своя идея, потому что вот эта история, а мы сделаем памятник, я не очень в это верю. Это деньги, это время, это согласование. И поэтому мы нашли то, как будет выглядеть памятник. Сейчас мы согласуем это со всеми семьями погибших. Мы нашли место, где он будет уместен. И я думаю, что в октябре принято решение, как мы его отольем, этот памятник, как мы его там разместим. Этот город, в котором хранят свою историю, хранят память о людях. Каждый чиновник, приходя сюда, всего лишь ленинщик, и его задача заводиться о людях, и его задача сохранить память о тех людях, кто погиб. В том числе из-за раздолбайства, из-за неумения организовать, потому что их подвиг – это чья-то вина. И я не хочу, чтобы медики сейчас совершали подвиг. Все, что медик должен делать – это помогать, спасать жизни и здоровье. Они не обязаны умирать. Они не обязаны совершать каждый день подвиг. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok